Дорогие друзья, здравствуйте! Мы продолжаем исследовать Священное Писание, пытаясь ответить на вопрос «Христос, кто Он? Как Он представлен в истории спасения, записанной в книге Библии?» Книге, которая представляет собой откровение свыше, откровение самого Бога, данное нам людям, дабы мы знали волю Божию и знали, как нам жить. Мы уже знаем о том, что в Священном Писании Иисус Христос представляется как Сын Божий, как тот, кто равен Богу, как истинный Бог. В то же самое время Он представлен и как истинный человек, как тот, кто пришел на нашу землю и стал одним из нас ради того, чтобы спасти грешное человечество там, где оно оказалось по причине грехопадения. В Священном Писании Христос представлен также и как Спаситель, как Искупитель от зла, греха и смерти. Он представлен как Творец и Законодатель. И сегодня пойдет речь еще об одной спасительной функции Сына Божия, которая не столь популярна, как перечисленные выше, которая где-то даже пугает очень многих людей. Это функция Иисуса Христа как Судьи. Христос – Судья. Тема суда в Священном Писании представлена достаточно серьезно. О суде говорится очень много, и многие пророки обращали внимание на эту важную тему. Бог представлен в Священном Писании не только как Творец, не только как Законодатель, не только как Спаситель и Искупитель, он представлен еще и как Судья. Достаточно прочитать хотя бы вот этот текст из книги пророка Исаии, 33 главы, 22 текст. «Ибо Господь – Судья наш». Господь – Судья наш. Ну, не секрет, что суд – категория для многих людей пугающая. И всякому человеку, которому когда-либо в жизни приходилось проходить через процедуру судебного разбирательства в любой ипостаси, будь то в ипостаси обвиняемого или даже свидетеля, каждому человеку тяжело вспоминать об этом. Но, тем не менее, суд – неотъемлемая составляющая человеческого бытия, потому что суд подразумевает восстановление правды, восстановление справедливости. К сожалению, человеческое существование таково, что очень часто приходится сталкиваться с нарушением законов, как божьих законов, так и законов гражданских, положенных в основание общества. И, естественно, это нарушение влечет за собою определенные последствия. И, конечно же, суд установлен как некий институт, гражданский институт, который призван восстанавливать справедливость здесь, на земле. Многих суд пугает еще и потому, что иногда суд становится предвзятым, он может быть подкупным. В свое время, после гибели великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, Лермонтов написал достаточно грозные строки в адрес властей, которых он считал виновными в гибели поэта. И в стихотворении «На смерть поэта» есть такие строки. «Но есть и божий суд на перстнике разврата, Есть грозный суд, он ждет, Он недоступен звону злата, И мысли, и дела он знает наперед». Вот здесь Михаил Лермонтов как раз-таки показывает существенную разницу между судом Божьим и судом земным. Суд Божий, он не подкупен. Суду Божьему недоступен звон злата. И поэтому суд Божий – это тот суд, Которому человек может доверять И которого он бояться не должен. Что же это за суд? И каковы принципы божественного правосудия? И что ожидает всех подсудимых на великом небесном суде? И стоит ли нам бояться вот этой важнейшей спасительной характеристики Иисуса Христа как судьи? Давайте посмотрим на некоторые тексты Священного Писания, чтобы выявить основные принципы или критерии божественного правосудия. Прежде всего, следует подчеркнуть то, что суд Божий носит вселенский характер, если можно так сказать, универсальный характер. Что это означает? Это означает то, что судим будет каждый человек, независимо от того, какую жизнь он ведет. И очень хорошо апостол Павел подчеркивает вот этот всеобщий характер Божьего суда в своем втором послании к Коринфской Церкви в пятой главе, это текст десятый, он пишет, «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Всем, каждому. Язык апостола однозначно указывает на то, что ни один из живущих на земле не сможет избежать Божьего суда. Всем нам надлежит явиться пред суд Христов. И в древности эта важная истина, она постоянно подчеркивалась пророками, и, в частности, псалмопевец тоже пишет об этом вселенском характере Божьего суда в 95-м псалме следующей строки. «Ибо идет судить землю, он будет судить вселенную по правде и народы по истине своей». Язык псалмопевца, который включает в себя такие слова, как «вселенная», «народы», однозначно свидетельствует о вселенском, универсальном, всеобщем характере Божьего суда. Здесь же в этом тексте подчеркивается справедливость суда Божьего. Бог будет судить вселенную по правде. И вот этот аспект Божьего правосудия, справедливость, он крайне важен. Мы еще вернемся к нему чуть позже. В Новом Завете тема суда Божьего, она напрямую связана с Сыном Божьим Иисусом Христом, с Его смертью на Голговском кресте. И именно то, что совершил Сын Божий Иисус Христос в плане Божьего спасения, для всех уверовавших в Него, ожидающих справедливого суда Божия, имеет чрезвычайно важное значение. И вот как Иисус Христос говорит о наступлении суда, приближаясь к своей смерти. В Евангелии от Иоанна в 12 главе в 31 стихе он произносит свои знаменательные слова «Ныне суд миру сему». Ныне князь мира сего изгнан будет вон. Под князем мира понимается противник Божий – дьявол и сатана. Суд решает не только участь, окончательную участь людей, живущих на земле. Суд Божий решит и окончательную участь того, кто восстал против Божьего правления. Но помимо аспекта справедливости, истинности, правоты Бога на этом суде, есть еще один очень важный аспект, без которого мы не можем себе представить Божий суд. Это аспект милости. Древний пророк, пророк Осия в 6 главе своей пророческой книги за много веков до пришествия Христова в этот мир он возвестил эту божественную, величественную, божественную истину. «Суд мой, как восходящий свет». И дальше самое интересное. «Ибо я милости хочу, а не жертвы». «Ибо я милости хочу, а не жертвы». Вот этот аспект суда Божьего для нас, грешных и подсудных, в силу своей виновности перед Богом, людей имеет очень большое значение, и мы тоже еще раз вернемся к нему чуть позже. А сейчас я хотел бы обратить внимание всех тех, кто читает Библию, читает Священное Писание, на описание величественной сцены суда Божьего, небесного суда, которая была открыта в видении еще пророку Даниилу. За шесть столетий до Рождества Христова Даниилу в его большом, панорамном, апокалиптическом, если можно так сказать, в видении открывается сцена, величественная сцена небесного суда. Мы читаем об этом в седьмой главе книги пророка Даниила. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями. Одеяние на нем было бело, как снег, волосы головы его, как чистая волна. Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. Судьи сели и раскрылись книги. Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел, как бы сын человеческий, дошел до ветхого днями, и подведен был к нему. И ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена, языки служили ему. Владычество его, владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится». Вот такая интересная сцена описана пророком Даниилом в седьмой главе его пророческой книги. И, конечно же, не секрет, что здесь перед нами действительно представлена сцена небесного суда. На это указывает терминология, которую использует пророк. Судьи сели, раскрылись книги. Вот этот образ раскрытых книг однозначно указывает на то, что суд Божий носит незакрытый, кулуарный какой-то характер. Он носит открытый характер. Раскрытая книга свидетельствует как бы перед всей вселенной об открытости суда Божьего. Бог ничего не скрывает от своих подданных. Он показывает всем истинную картину дел. И благодаря тому, что суд Божий носит вот такой вот открытый характер, все убедятся в том, что решение, которое Бог принимает в процессе этого небесного суда, оно единственно правильное. Тот, кто описан здесь в этом введении как «ветхий днями», исследователи считают, что это Отец Небесный, ну и «сын человеческий», понятно, что речь идет о Сыне Божием, Иисусе Христе. И в этом введении, как нетрудно заметить, описывается как бы передача, передача судебных полномочий от отца к сыну, что, в общем-то, и находит свое многочисленное подтверждение в указаниях в Новом Завете, ну, например, вот Иоанн подчеркивает этот момент, 5 глава, 22 текст, «Ибо Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну». Поэтому мы говорим о том, что судебная функция, судебная ответственность Сына Божия – одна из главных и определяющих Его функций в плане спасения. И нам не нужно бояться того, что Иисус Христос, о котором мы очень много говорим, как о Агнце Божьем, Агнце, загланном за грехи наши, о котором мы постоянно говорим, что Он любящий, милосердный, долготерпеливый и прощающий, Он в то же самое время является и судьей. Суд – неотъемлемая составляющая Божьего правления. Суд призван восстановить правду и справедливость. Так вот, на Божьем суде жизнь каждого человека, абсолютно каждого человека, как я уже сказал ранее, нет ни одного живущего на земле, которого бы миновала вот эта чаша суда Божьего. Жизнь каждого человека будет соотнесена с теми святыми и справедливыми требованиями, которые содержат в себе нравственный закон Божий. Кстати, если вернуться в историю народа Божия в древности, вот те заповеди, которые были даны самим Богом и которые были начертаны перстом Божиим на каменных скрижалях, они были помещены в специальный, так называемый, ковчег, который назывался ковчегом Завета. А Завет указывает на отношения между Богом и человеком. Завет – это некий союз, некий договор, который заключается между Богом и человеком, грешником. Так вот, Бога и человека разделяет грех, разделяет нарушения человеком Божьих заповедей. И, конечно же, человек, который по причине своего грехопадения оказался в отрыве от Бога, человек оказался разделенным с Богом как источником жизни, он нуждается в помощи со стороны, он сам бессилен восстановить эти разрушенные грехом отношения, он бессилен предстать в своем греховном естестве пред святое лице Божие. Так вот, еще раз мы повторяем ту мысль, которую Иоанн выражает в пятой главе своего Евангелия, что каждому, всем нам надлежит явиться предсудилище Христова, и каждый будет судим согласно своих дел. Ну и если небесный суд будет судить каждого из нас по нашим делам, то вряд ли кто-то из нас, грешников, будет оправдан на этом небесном суде. Каждый должен будет понести справедливое Божье наказание по справедливости Божьего закона. Мы все нарушители закона Божьего. Священное Писание однозначно подчеркивает такой вот универсальный характер человеческой греховности. Все согрешили, все лишены славы Божьей. Нет праведного, нет ни одного. Эта вот мысль, она подчеркивается в Писаниях и Ветхого Завета, и повторяется снова в Новом Завете. Нет праведных людей на земле. Все согрешили, все лишены славы Божьей. И апостол Иоанн в первом послании в своем тех людей, которые думают, что они не грешат, он обличает, и он говорит, что вы обманываете самих себя. Осознание греховности каждым из нас является одним из важнейших, необходимых элементов, который будет играть ключевую роль на этом небесном суде. Если мы не осознаем своей греховности, если мы не осознаем вины своей перед Богом, если мы убеждаем себя и других в том, что мое состояние небезысходное, что я могу сам своими силами решить все свои проблемы и достичь состояния абсолютного совершенства, мы обманываем и себя, и других, но самая главная опасность подобного мышления в том, что мы лишаем себя надежды на спасение в Сыне Божьем, Иисусе Христе. Так вот, возвращаясь к тому, что мы уже сказали, если Бог будет судить каждого из нас по справедливости своего Божьего закона, если Он будет судить каждого из нас по делам нашим, никаких шансов, никаких надежд у нас, грешников, на то, что участь наша будет решена в нашу пользу, нет. По причине греховности мы обречены. Мы уже неоднократно упоминали этот текст из послания к римлянам, 6 главы, 23 текст, в современном переводе он звучит так, грех смертью платит. Вот, мы обречены на смерть по причине греха. Грех не совместим с жизнью, для которой человек был сотворен. Но есть для нас надежда. И эта надежда заключается в том, что принцип справедливости Божьего, правосудия, он не единственный. Как мы уже подчеркивали, есть еще один принцип у Божьего суда. Это принцип милости или милосердия. И подобно тому, как в Ветхозаветней Бискинии существовал вот этот принцип заступничества в лице Института земного священства, когда особые люди, избранные на это служение, как бы предстояли предсвятым и праведным Богом от имени грешника. Вот точно так же и на суде Божьем у каждого из нас будет небесный заступник. И тема заступничества Сына Божия Иисуса Христа на этом небесном суде это одна из определяющих в Его спасительном служении. Иисус Христос не только агнец закланный, не только тот, кто взял вину нашу на себя и понес на себе наше наказание, Он еще и наш истинный первосвященник, который совершает свое спасительное служение в небесном храме, там же происходит и небесный суд. И как отрадно осознавать то, что на суде, на этом небесном суде у нас есть такой замечательный адвокат, говоря современным языком, юридическим языком, по сути дела заступник и ходатай, который представляет на этом небесном суде наше дело. И вот его ходатайственную миссию предрекал в свое время еще пророк Исайя в своем знаменитом пророчестве 53 главы здесь в 12 тексте есть такие слова. С 11 текста прочитаем. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был, тогда как понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем. Он понес на себе наш грех и теперь на небесном суде выступает нашим ходатаем и он имеет полное право на это ходатайственное служение и вот как может выглядеть скажем эпизод связанный с моим собственным делом делом моей жизни вот кстати важно подчеркнуть то, что сам Иисус Христос однажды сказал уверовавший в меня и в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит может тут же у нас возникнуть вопрос не расходятся ли эти слова Иисуса Христа уверовавший на суд не приходит со словами которые мы прочитали ранее что каждому надлежит явиться предсудилище Христово абсолютно каждому всем и тем кто добрую жизнь вел здесь на земле и тем кто творил злое но абсолютно всем каждому однако Христос говорит что верующий на суд не приходит и это действительно так предшествующие тексты однозначно свидетельствуют о том что суд вселенский универсальный все проходят через суд Христов но верующему не обязательно являться на этот суд лично что это значит это значит то что дело каждого человека уверовавшего в Сына Божия Иисуса Христа оно рассматривается без нашего личного участия но с участием нашего великого небесного заступника и ходатая Сына Божия Иисуса Христа и если рассматривается мое дело и оно раскрывается перед всей вселенной, и все видят, что я действительно грешник, и я это понимаю, что я грешник, и я заслуживаю справедливого Божьего наказания. Иисус Христос, как мой судья праведный, как мой небесный заступник и ходатай, выходит пред судьями и говорит, да, этот человек грешник, и он заслуживает справедливого наказания за грехи свои. Но он рассознал свою вину, он раскаялся в своих грехах, и он принял меня и мою искупительную жертву за его грехи. Я уже понес его наказание на себе, и поэтому этот человек заслуживает спасения, заслуживает жизни вечной. И я бесконечно благодарен своему Господу и Спасителю Иисусу Христу за то, что он одновременно является моим судьей на небесном суде и является моим заступником и ходатаем. Жить с осознанием того, что у тебя есть небесный заступник и ходатай, это значит жить в состоянии мира и внутренней радости, чего я желаю и всем вам.